Путь человечества во многом зависит от мелочей. Если бы 19 октября 1847 года православный епископ немного подумал, если бы католики шли в тот день чуть медленнее, тогда, возможно, мир не знал бы Льва Толстого и крепостное право отменили бы позже, и не погибли бы в Крымской войне тысячи солдат, которые слыхом не слыхивали о случайной перепалке в Вифлееме. Вифлеема сегодня место беспокойное, один из самых почитаемых христианами городов. Он со времен крестовых походов сотрясается от конфликтов между последователями Иисуса, не способными поделить его храмы. В первую очередь это касается базилики Рождества Христова. Сейчас она принадлежит православным грекам и армянам. Католиков, которые владеют в церкви крошечным пределом яслей в пещере, в центральный храм допускают лишь на Рождество. Западным христианам это, естественно, не нравится, но в последнее время они умерили амбиции, а вот греки и армяне никак не могут поделить сакральное пространство. Последний конфликт произошел 28 декабря 2011 года во время подготовки к празднованию Рождества Христа. Клирики Иерусалимского патриарха и армянской апостольской церкви устроили в соборе потасовку. Драка началась из-за спора, кому какую часть храма убирать. Около ста священнослужителей сначала выкрикивали взаимные проклятия, а потом принялись молотить друг друга швабрами и тяжелыми предметами. Дерущихся разняла только прибывшая полиция. Рождество 1997 года также было омрачено. Тогда в перебранку вступили прихожане, католики и православные. Спустя некоторое время в базилике явилось чудо. Заплакал Христос, изображенный на одной из стен храма. Многие верующие объяснили скорбь спасителя отсутствием у прихожан благоговения в святом месте. Как свидетельствует история, потеряно оно было почти два столетия назад. Драка у алтаря История, повлекшая за собой череду дипломатических, демаршей и завершившаяся войной Англии, Франции, Турции против России, началась в Вифлееме вечером 19 октября 1847 года. Греческий епископ Серафим в сопровождении монастырского врача торопился к постели больного прихожанина. Но на одной из узеньких кривых улочек в центре города он столкнулся с группой францианских монахов. Расстояние между домами было словом малым, что кому-то пришлось бы уступить дорогу. Однако ни православные, ни католики этого сделать не пожелали. Началась словословная перебранка. В конце концов, рассерженные францисканцы взялись за палки и камни, Серафим попытался укрыться в базилике Рождества Христова, где в это время армянское духовенство проводило вечернее богослужение, на котором присутствовало немало католиков. Вместе с ворвавшимся в храм францисканцами, латиняне набросились на греческого епископа и молящихся армян. Подоспевшие турецкие полицейские с трудом восстановили порядок. Дело получило огласку, и султан Абдул Меджид собрал комиссию для расследования инцидента. Была установлена виновность католиков, затеявших потасовку. На этом, казалось бы, сюжет и завершился, но в дело вмешался президент Французской Республики Луи Наполеон. В это время он вынашивал планы государственного переворота, желая стать диктатором Франции и был очень заинтересован в поддержке католического духовенства. Поэтому Луи объявил себя рыцарем веры и заявил, что всеми средствами защитит интересы несправедливо обижаемых западных христиан на святой земле. Так он потребовал возвращения католикам церквей, которые принадлежали им в эпоху крестовых походов. В первую очередь речь шла о ключах от храма Рождества Христова в Вифлеем, где случилась драка католиков с православными. Российским дипломатам поначалу казус представлялся не имеющим большого значения. Сперва не был даже понятен предмет спора. Шла речь о настоящих ключах, отпирающих двери, либо только о символе. В Лондоне тоже считали инцидент совершенно незначительным делом, поэтому на первых порах русские дипломаты решили не вмешиваться, а подождать, как будут развиваться события. Между двух огней. Окончательно требования Луи Наполеона были сформулированы в июле 1850 года в ноде французского посланника генерала Жака Апика, адресованный великому князю Порте Махмеду Але-Паше. Апик требовал возвращения своим единоверцам базилики Рождества в Вифлееме, гробницы Богородицы в Гефсимании и части храма гроба Господня в Иерусалиме. В ответ российский посланник Константинополя Владимир Титов в особом меморандуме на великого князя возразил, что право Иерусалимской православной церкви на святые места неоспоримо древнее, поскольку восходит еще к временам Восточной Римской империи. Кроме того, российский дипломат представил Порте полтора десятка турецких фирманов, указов, подтверждающих преимущественные права православных на ближневосточные святыни. Турецкий султан оказался в трудном положении. В поисках выхода из сложившейся ситуации он собрал комиссию, включающую христианских и мусульманских богословов, а также визирий, которая должна была вынести суждение по этому вопросу. Вскоре стало очевидным, что несмотря на аргументацию греков, большинство светских членов комиссии, получивших образование, как правило, во Франции, склонялись в пользу удовлетворения требований католиков. Чем дольше работала комиссия, тем больше тучи сгущались над православными. Россия должна была как-то отреагировать. И тогда в дело вмешался император Николай I. В сентябре 1851 года он написал султану Абдул-Меджиду письмо, в котором выражал недоумение, в какой стати Турция берется менять многовековой порядок владения палестинскими святынями за спиной России и по требованию третьей державы. Вмешательство царя не на шутку испугало султана. Напрасно французский посланник Монсеньор де Лавалет грозил чем, что республиканский флот блокирует Дарданеллы. Абдул-Меджид помнил высаду русского дерсанта в Константинополе в 1833 году и решил не искушать судьбу порчи отношений с могучим северным соседом. Но турки не были бы турками, если бы отказались от двойной игры. Так, с одной стороны была собрана новая комиссия, которая к февралю 1852 года подготовила фирман, закреплявший статус кво святых мест и преимущественные права на них Иерусалимской Православной Церкви. Требования католиков в нем были названы безосновательными и несправедливыми. Но с другой стороны, турецкий МИД в то же время отправил во Францию секретное письмо, в котором сообщал, что османы передадут католикам три главных ключа от базилики Рождества в Вафлиеме. Однако де Лавалет счел такую уступку слишком малой. В марте 1852 года он прибыл из отпуска с турецкую столицу на 90-пушечном фрегате Карл Великий, чтобы подтвердить серьезность своих намерений. Де Лавалет требовал либо внесения поправок в выданный православным фирман, либо предоставления новых льгот католикам. С этого момента сугубо религиозный свято-местский спор превратился в вопрос политический. Речь шла о том, за кем сохранится преобладающее влияние на христианском Ближнем Востоке, за Россией или за Францией. Турецкие хитрости В Султанском дворце началась паника. Казалось бы, ситуация тупиковая, но турки продолжали искать спасения в новых уловках. По турецким законам фирман, касающийся религиозных вопросов, не считался вступившим в силу, если не была проведена соответствующая процедура его оглашения. Требовалось направить в Иерусалим уполномоченного для публичного прочтения фирмана в присутствии губернатора города, представителей трех христианских церквей, греческой, православной, армянской и католической, муфтия мусульманского судьи и членов городского совета. После этого документ нужно было зарегистрировать в суде. Так вот, Абдул-Меджид в очередной раз спрятал голову в песок и решил не оглашать фирман, о чем тайно сообщил французам, желая добиться их расположения. Но в Петербурге вскоре разгадали султанские игры по затягиванию процедуры принятия документа. Русские дипломаты надавили на великого визиря. Тот в конце концов в сентябре 1852 года отправил в Иерусалим султанского эмиссара Афиф Бея, который якобы и должен был провести необходимую процедуру в течение двух недель. Но он всеми правдами и неправдами оттягивал намеченные сроки. Русскую сторону в этом спектакле представлял генеральный консул, статский советник Константин Базилии, грек на императорской службе. Базилии был искусным дипломатом, но и ему надоели увертки Афиф Бея. И он в нарушении восточного дипломатического этикета напрямую спросил, когда же будет зачитан Ферман. Афиф Бея ответил, что не видит в этом необходимости. Я вас не понимаю, что-нибудь не так, поинтересовался Базилии. Моя роль, стал увиливать Афиф Бея, ограничивается исполнением письменных распоряжений, содержащихся в данном мне инструкции. Про Ферман в ней ничего не говорится. Сударь, возразил русский консул, если ваше министерство не сдержит слово, данное нашей императорской комиссии, это будет прискорбным фактом. Возможно, у вас нет письменных инструкций, но бесспорно есть устные, потому что Ферман существует, и все об этом знают. В ответ Афиф Бея постарался переложить ответственность на плечи губернатора Иерусалима Хафиз Паши, мол, это в его компетенции, как распорядиться с Ферманом. Но и губернатор умыл руки, заявив, что он тут совсем ни при чем, хотя Ферман действительно существует и требует оглашения. В общем, турки вели себя вполне в духе восточной дипломатии. Поняв, что османские чиновники намеренно ходят по кругу, и что ждать оглашения Фермана бесполезно, Базилий в октябре 1852 года покинул Иерусалим в расстроенных чувствах. Вскоре российский МИД направил Стамбул гневную депешу, грозящую разрывом отношений. Она заставила султана призадуматься. Разрыв дипломатических связей с Россией пока был ему не на руку. И он придумал новую хитрость. Ферман огласили в конце ноября 1852 года в Иерусалиме и зарегистрировали в суде, но с сильными нарушениями церемониала. Так что было бы до конца непонятно, стал он официальным документом или нет. Тем не менее, когда об оглашении Фермана узнала Франция, ее дипломаты заявили о подготовке к отправке на Ближний Восток военной эскадры. Турецкие визири в этой ситуации продолжали рекомендовать султану пойти на союз с Парижем, и открыть двери храмов католикам. В этой ситуации французский флот может стать защитником порта, если отношения с Петербургом обострятся. Султан прислушался к этому мнению. И в начале декабря 1852 года Турция объявила, что ключи от больших дверей Вифлеемского храма и храма Гроба Господня в Иерусалиме должны быть изъяты у греческого духовенства и переданы католическому. В Петербурге это восприняли как пощечину и начали готовиться к войне. Роковая уверенность. Николай I не сомневался в победоносном исходе возможной войны с Турцией. И в этом заключался его главный политический просчет. Царь был вполне уверен в своем могуществе, гарантированном коалиции с Англией, Австрией и Пруссией, которая сложилась в годы антинаполеоновских войн. Он и помыслить не мог, что союзники будут действовать в личных интересах и легко пойдут на предательство в выступах на стороне Франции и Турции. Российский император не учел, что речь шла не о европейских делах, а о ближневосточных, в которых каждая из великих держав была сама за себя, заключая кратковременные союзы с другими странами по мере необходимости. Главным принципом здесь было урвать себе кусок, да побольше. Европейцы опасались, что северный колосс разгромит Турцию и отхватит себе Балканы, а то, глядишь, и Константинополь с проливами. Такой сценарий не устраивал никого, особенно Англию и Австрию, рассматривающих Балканы как сферу своих интересов. Кроме того, утверждение России на землях, принадлежащих Турции, ставило под удар спокойствие англичан в Индии. Но российский самодержец решил побряцать оружием и в декабре 1852 года отдал распоряжение о проведении в боевую готовность 4-го и 5-го армейских корпусов Бессарабии, угрожавших турецким владением в Молдавии и Валахии, дунайских княжествах. Таким способом он решил придать больше веса чрезвычайному посольству во главе с князем Александром Меньшиковым, которое в феврале 1853 года прибыло в Стамбул, чтобы разобраться в кетросплетениях турецкой дипломатии. И снова султан не знал, на чью сторону склониться. Сперва он устно принял требования русской стороны сохранить статус-кво палестинских святынь, но через некоторое время отказался оформить свои уступки на бумаге. Дело в том, что к этому времени он получил от Франции и Англии гарантии поддержки в случае войны с Петербургом. Английские и французские дипломаты пришли к тайному соглашению, что в случае союза Англии и Франции обе эти страны будут всемогущи. Меньшиков в мае 1853 года возвратился домой ни с чем. 1 июня Россия разорвала дипломатические отношения с портой. В ответ, спустя неделю, по приглашению султана, англо-французский флот вошел в пролив Дарданеллы. В конце июня русские войска вторглись в Молдавию и Валахию. Последние попытки решить дело миром ни к чему не привели. И 16 октября 1853 года Турция объявила России войну. А в марте 1854 года к ней присоединились Англия и Франция. Так началась Крымская война 1853-1856 годов. Ни Австрия, ни Пруссия на помощь России не пришли. Напротив, Вена потребовала вывода русских войск из дунайских княжеств, грозя примкнуть к антироссийской коалиции. Военная удача была на стороне противников царя. В 1855 году союзники взяли Севастополь. Весной 1856 года был подписан Парижский мирный договор. Согласно его приложениям, права на палестинские святыни переходили к католикам. Только через 20 лет после новой, уже победоносной русско-турецкой войны был восстановлен былой порядок. И храмы Святой Земли возвратили под управление православной церкви. Итоги Крымской войны. Восточную войну завершил Парижский мирный договор, подписанный 18 марта 1856 года. Несмотря на поражения, потери России оказались минимальными. Так Петербургу предписывалось отказаться от покровительства православных христиан Палестины и Балкан, а также возвратить Турции крепости Карс и Байезет, захваченные Россией в ходе предыдущих войн. В обмен Англия и Франция отдавали России все города, которые были взяты их войсками – Севастополь, Балаклаву и Керчь. Черное море объявлялось нейтральным, и русским и туркам было запрещено иметь там военный флот и крепости. Ни Англия, ни Франция не получали никаких территориальных приобретений. Их победа в основном была психологической. Главное, что удалось добиться союзникам – гарантия, что ни одна из держав, участниц переговоров не будет предпринимать попыток по захвату турецких территорий. Так Петербург был лишен возможности влиять на ближневосточные дела, чего всегда желали Париж и Лондон. История знает еще несколько примеров, когда войны между государствами начинались из-за сущих пустихов. Ведро. По одной из легенд, в 1325 году из Балоньи в Модену дезертировал солдат, прихватившись с собой дубовое ведро, из которого поил своих лошадей. Власти Балоньи не настаивали на выдаче беглеца, но потребовали вернуть ведро, как собственность города. Гордые Моденцы отказались, и между городами разрастилась война, длившаяся 22 года. Балонцы проиграли. Борода. Война Венеции с Турцией в 1500 году оказалась не такой длинной, но повод к ней был столь же нелеп. Султан потребовал от венецианского посланника, чтобы тот соблюдал особенности восточного этикета и клялся бородой, когда заверял турок в дружественном расположении своего правителя. На это венецианец ответил, что в его городе бород не носят. Ну значит, Венеция страна обезьян, воскликнул султан. Венецианцы восприняли это как оскорбление, достаточное для начала боевых действий. Однако победа досталась туркам. И прочее, и прочее. В 1653 году шведский король, просматривая проекты союзного договора с Польшей, заметил, что после перечисления его титулов выражение «и прочее» повторялось два раза, а после перечисления титулов польского монарха три раза началась раздраженная дипломатическая переписка, закончившаяся войной 1655-1660 годов. Швеция победила. Ухо. Поводом для войны между Англией и Испанией 1739-1742 годов послужило отрезанное ухо английского купца Роберта Дженкинса, которое он продемонстрировал британскому парламенту. По словам Дженкинса, ухо ему отсек испанский офицер во время досмотра судна в Гаване. Англии давно был нужен повод к войне с Испанией за Карибские территории. Отрезанное ухо соотечественное, как британское правительство, посчитало достаточным основанием для начала боевых действий. Война закончилась в ничью. Бродячая собака. В 1925 году на погранзаставе в Петриче солдат грек погнался за бродячей собакой, бегущей в сторону болгарской границы, и был убит пограничником болгарином, которому показалось, что греческий военный хочет пересечь рубеж. На следующий день греки уничтожили всю болгарскую заставу. Если бы не вмешательство Лиги наций, полномасштабной войны вряд ли бы удалось избежать. Футбол. В 1969 году разразилась футбольная война между Сальвадором и Гондурасом. После поражения своей команды в матче с Сальвадором, Гондурас разорвал дипломатические отношения с соперником. Тогда сальвадорские войска перешли к Гондурасскую границу. Перемирие достигли только благодаря международному посредничеству. Текст подготовлен Павлом Доброхотовым и опубликован в журнале «Вокруг света» в апреле 2014 года. Не забудьте подписаться и оставить ваши комментарии.